Привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим наше обучение в школе судовода, огородника. И сегодня я хочу рассказать, как сажают томаты и вообще рассказать об этой культуре. Что она любит, какие сорта выбрать и вообще все, что знаю сама о томатах, именно о рассаде, сегодня вам расскажу. Для оставшейся рассады, для перцев, для петунии не хочу посвящать отдельное видео. Просто хочу вам показать, как выглядит сейчас рассада перца, как бы попутно. Я думаю, вы смотрели предыдущее видео, как я сеяла несколько перчиков для раннего урожая. Вот так они у меня сейчас выглядят, им около месяца. И посмотрите, сверху у меня засыпана вот такая штуковина. Что это такое? Дело в том, что в моих цветах, в моей рассаде, в моих перцах и баклажанах завелась страшная вещь, такая как белокрылка. Я расскажу об этом в отдельном видео. И я борюсь сейчас с ней. И я рассыпала во все горшочки с рассадой диатомит, садовый диатомит. Сейчас покажу, как он выглядит. Это природный инсектицид и почвоулучшитель. Конечно, с вредителями он борется в меньшей мере. Но зато растение получает дополнительное питание. В частности, это кремний, который очень полезен для рассада. И что мне понравилось вот так вот в диатомите, он служит как мульча. И под ним всегда влажный грунт. То есть очень удобно видеть, как только подсыхает диатомит, значит пора полить нашу рассаду. Ну и, конечно, личинки белокрылки не будут откладываться в грунт. И все, что у нас в грунте, с этим будет бороться диатомит. Очень классная вещь. И я сейчас рассыпала на него его даже в ту рассаду, в которой белокрылки не было обнаружено для профилактических мер. Диатомит это природный материал, это водоросль. Фирма-производитель компании Биокомплекс. И такая вещь есть в моем интернет-магазине нетипичныйфермер.рф. Он стоит недорого. Но вещь очень классная, мне понравилась. Буду использовать. Еще я прочитала о свойствах диатомита. Когда его добавляешь в лунку при посадке уже в открытый грунт, в теплицу. И когда возможны возвратные заморозки, он как раз защищает корневую систему. И с ним растение не замерзает. Ну, проверим, посмотрим. Я вот только начала его использовать. Но, знаете, он заменяет немного вермикулит, потому что он тоже удерживает влагу. Но если вермикулит у нас просто улучшает воздух и влагообмен, так диатомит еще параллельно питает наше растение. Вот я вам еще сейчас покажу, как выглядит формула. Итак, вернемся к нашим томатам. К сожалению, те томаты, которые я высаживала ранее, мне пришлось их выбросить. Не стала рисковать. Очень боюсь затащить белокрылку к себе в теплицу. Поэтому выбросила. Вот остались вот такие вот маленькие семидольные листочки. Это то, что я сеяла в последний момент. Сейчас будем сеять вместе с вами. Сейчас я сею для теплицы. Но, к сожалению, сроки мои сдвигаются. В открытый грунт я сею после 15 марта рассаду. Если я ее ставлю под фитолет, под лампу, то я ее, в принципе, до апреля сею спокойно, потому что эта лампа ускоряет срок созревания рассады примерно на две недели. Поэтому, если используете фитолет, просто имейте это в виду. Лампа очень мощная, рассада растет очень-очень быстро. Вот, кстати, подтверждение вот этих перцев. Смотрите, какие они огромные и здоровенные. Разве скажешь, что им месяц. Итак, друзья, начнем с емкости, в которой мы будем сажать томаты. Сразу хочу начать с того, что томаты очень-очень любят пересадку, в отличие от перца. То есть перца я посадила в один горшок, и в этом горшке он растет у меня до самой высадки в грунт. Единственное, что я могу сделать, если буду видеть, что растение уже цветет, а непогода все еще за окном, то есть рано высаживать, я могу сделать просто перевалку в больший горшок. То с томатом совсем другая петрушка. Можете пересадить два раза, можете пересадить три раза. От этого томата будет только лучше. Он очень быстро оплетает ком земли моментально. То есть вот только распикировали, на следующий день уже корешки распространяются по всему горшку. Я вообще не рекомендую сажать в прозрачные горшки, но с томатом я сама делаю такое исключение из правила, и мне кажется, лучше пол-литрового одноразового стаканчика такого под пиво для пикировки рассады томатов не придумаешь. Поэтому я всегда сажаю вот в такие большие одноразовые стаканчики, делаю углубления. Но сначала мы с вами, собственно, рассаду высаживаем. Куда мы высаживаем? Выбирайте для себя удобную емкость. Мне очень нравятся вот такие горшочки. Сразу будете спрашивать, где покупала. В Leroy Merlin вот такие продаются. Они очень удобные. Использую вот в частности эти уже третий сезон. То есть помыла, обеззаразила фарм-йодом. И все. То есть их хватит на много-много лет. Удобно делать бороздки и сажать сразу несколько сортов. Либо вот такой вариант. Вот смотрите, тут у меня посажено всего лишь по одному семечку. То есть это я сажала для теплицы. Мне много не надо. Я сделала вот в таких обычных кассетах. Вот так вот выглядит посева. Еще есть один вариант посадки. Сразу в один горшок. Но я его испытывала на практике. И мне не очень понравилось. Смысл такой. Вы заполняете горшочек где-то на одну треть землей. Кладете туда семечко. Семечко прорастает. Дает семидольные листочки. Потом дает первые настоящие листочки. И вот где-то в фазе двух-трех настоящих листов вы засыпаете всю оставшуюся емкость грунтом. То есть сначала до семидольных листочков. Потом томат может еще потянуться. И досыпаете до конца земли. Чем мне понравился? Томат вот там внутри получает меньше света, нежели наружу. И, соответственно, он тянется. И, ну, в общем, мне не понравился такой способ выращивания. Я за то, чтобы томат пересадить. Тем более, еще раз повторюсь, томаты очень любят пересадку. Итак, друзья, давайте еще раз пройдемся по грунту. Конечно, на моем канале есть видео, как правильно готовить грунт. Но все же. Здесь у меня добавлен биогомос, добавлен перлит, вермикулит и профессиональный торф. Это рецепт моего грунта, который я запустила в производство. Кстати, спасибо всем огромное за отзывы. Я вижу, что сделал качественный продукт, потому что очень много хороших отзывов. Такой грунт можете сделать сами в домашних условиях. Не обязательно его покупать у меня. Просто я в первую очередь делаю это для себя. И чтобы вы сравнили, что такое настоящий качественный грунт. Никаких подкормок на данном этапе я не вношу. То есть для проращивания рассады никаких питательных добавок, я считаю, не нужно. Я никогда не использую стимуляторы роста, потому что считаю, что здоровая, качественная семечка прорастет и так, без особых стимуляций. А то, что, ну знаете, природа выбирает сильнейших. Если он уже изначально как-то неважно себя чувствует, зачем его стимулировать? Поэтому никаких стимуляторов. Еще семена томата я никогда не замачиваю, всегда сею сухим. Я вообще их ни разу не проращивала, не вижу в этом смысла, потому что томаты, в отличие от перца, очень быстро всходят. Где-то на третий день, на пятый день, на седьмой день, ну до 10 дней считается нормальным всходом томатов, если вы создадите условия высокую температуру до 28 градусов, где-то 25-28, тогда моментально они прорастают. Поэтому от слов к делу делаем бороздки. Грунт предварительно проливаем, либо можно сначала посеять и потом равномерно увлажнить. Только будьте осторожны, если льете из лейки, чтобы не получилось так, чтобы у вас семена ушли вниз, и потом мы очень долго ждем сходов, они не появляются. Оказывается, семечки у нас на самом дне горшка, поэтому лучше сажать изначально во влажный грунт. Итак, друзья, грунт я обычно проливаю первый раз трихоцином. Он в грунте работает до 3 месяцев и подавляет почвенные инфекции, если они у нас есть с вами в земле. То есть, первый полив я просто провожу с трихоцином. Итак, сделала вот такие бороздочки, вот таким вот образом подписала 4 бороздочки, и сейчас буду сеять. Вот так вот выглядят семечки томата. Я всегда сею очень много сортов, очень много, поэтому количество одного сорта у меня не более двух штук. Вот по 2 семечка вот так вот раскладываю. Самый первый в теплицу сею самые любимые. Любимые мужа, любимые мои. Он обожает черри миднайт, я обожаю коти. Но коти любят все, это вообще для детей самое лучшее. Наверное, самый сладкий, самый желанный нами всегда томат, полосатый шоколад и сокровища инков. Это биф томата. Томатам и семена глубину где-то полсантиметра, не надо их сильно заглублять. Сантиметр, полсантиметра. Ребята, если вы посадите полосатый шоколад, я вам гарантирую, вы в него влюбитесь. Я уже столько лет выращиваю полосатый шоколад, еще до того, как его выпустила аграфирма Партнер, когда он не был доступен просто всем дачникам, когда он считался коллекционным томатом. Конечно, большое спасибо партнеру, что такие шикарные сорта. Это не гибрид, это сорт. Вы всегда можете собрать с него семечки и уже сами высадить их в следующем году свои семена. Вот полосатый шоколад очень вкусный. Очень-очень вкусный. Я не встречала людей, которые оставили бы равнодушны. Так, семена мы с вами разложили в бороздки. Ну и тут два варианта. Либо вы вот так вот между бороздками вот эту землю на семена, либо просто засыпаете новой землей. Я вот так сделаю. Закрываем и немножко же подсыплю, потому что, видите, слой очень тоненький получился. Итак, вот грунта я немножко добавила. И сейчас вот очень-очень важная вещь. Многие почему-то ее не соблюдают. Всегда, когда вы сеете семена, их нужно хорошо прижимать. То есть берете рукой и прям вдавливаете их в землю. Для чего это нужно? Потом начинаются проблемы. И многие почему-то грешат на семена, хотя семена тут ни при чем. Семечка у нас пытается выйти наружу. Оно у нас находится в семенной коробочке. Если семечка не пройдет вот этот путь через грунт, семенная коробочка останется на семидольных листочках. Тогда, если она ее не скинет, растение погибает. То есть оно не раскрывается. Оно только остается в коробочке. Да, можно капать на нее водой, пытаться аккуратно снять. Часто повреждаем листья. Но к хорошему этому ничего не приходит. Должен пройти естественный процесс. То есть вот этот грунт, придавливаемый нами, должен снять так называемую одежду, семечка. Еще раз сверху увлажняю, потому что я засыпала землей. Только вот когда у вас только свежие вот эти посевы, аккуратненько лейте воду, аккуратненько. Можно с поливизатора, либо там из пипетки, чтобы не было вот такой большой строй. Если из лейки льете, лейте аккуратно. Все. Берем пакет, пищевую пленку. Можно и без этого, и без этого проращиваю. Ну то есть лучше создать парниковый эффект. Пакет все равно нам повысит температуру. Все. Так, за рассадой мы сейчас предельно с вами наблюдаем. Как только появляются первые петелечки, еще даже не выпустили листочки, мы сразу ставим под свет. Я ставлю под фитолампу. Первые семь дней я досвечиваю круглосуточно, и потом досветка идет 12-14 часов. Если у вас нет агролампы, значит выставляете быстрее к солнышку, к свету, на подоконник, как можно ближе к свету, чтобы рассада не тянулась. Но если рассада томатов вытягивать, это всегда можно исправить, потому что томаты очень любят заглубления, они моментально дают корни, и страшного в этом ничего нет. Но мы с вами стараемся делать и выполнять всю агротехнику правильно, поэтому старайтесь, чтобы ваша рассада не вытягивалась. В следующем видео про томаты мы с вами поговорим о пикировке рассады, когда это делать, как нужно заглублять, нужно ли заглублять и насколько. В школе садовода мы обязательно с вами это разберем, и жду вас в следующих видео. Также подписывайтесь на мой канал, потому что у нас начался садовый сезон, он сейчас просто в разгаре. Обратите внимание, какое солнышко, значит мы пойдем в сад. А в саду мне гораздо больше интересно, чем тут в комнате, где я вам показываю только горшки и долейки. Увидимся в следующих видео. Пока!